В прошлом выпуске я рассказывал вам о топ 5 лучших кыргызских борцов за всю историю, тем самым начав на канале новую рубрику. В этой рубрике я буду составлять топы самых выдающихся борцов или дзюдоистов за все время с определенных стран или регионов. Тема же сегодняшнего выпуска топ 5 лучших якутских борцов вольного стиля. Якутия или Саха, как ее называют местные жители с ее тяжелыми климатическими условиями, вынуждает людей быть сильными, выносливыми и умелыми, а борцов вольного стиля награждает исключительным талантом и мастерством. В этом видео я расскажу вам о 5 якутских героях, которые заставили мир обратить внимание на свой суровый регион и его спортивный потенциал в вольной борьбе. Открывает данный топ талантливый советский борец Василий Гоголев. Борец, который бесспорно является одним из лучших представителей якутской вольной борьбы. Я не ошибусь, если скажу, что он достояние всего спортивного сообщества. Хоть и его копилки отсутствуют олимпийские медали, но он доказал свое мастерство на многих крупных международных соревнованиях. Василий Гоголев чемпион и призер чемпионатов СССР и Европы. Призер чемпионатов мира, обладатель Кубка СССР, призер Кубка мира, а также победитель игр доброй воли. Второе место. Поистине легенда якутского спорта Александр Иванов. Советский борец вольного стиля, чьи победы золотыми буквами были вписаны в историю спорта страны. Он серебряный призер Олимпийских игр 76-го года в Монреале, призер Кубка мира, призер чемпионатов Европы, а также неоднократный чемпион и призер чемпионатов СССР. О нем как-то были сказаны следующие слова. Иванов очень красивый борец. Он эталон. Иванов не столько борется, сколько играет. И его игра поразительно талантливая, легкая, виртуозная. Это тип будущего борца. Третье место. Лучший якутский борец 21-го века, кумир многих якутов Виктор Лебедев. Его борцовская карьера ознаменовалась такими достижениями. Он шестикратный чемпион России, бронзовый призер чемпионатов Европы, дважды бронзовый призер чемпионатов мира и дважды чемпион мира. Второе место данного топа занимает прославленный якутский борец вольного стиля Павел Пенегин. Борец, который выступал на крупных борцовских коврах и встречался с сильнейшими борцами планеты своего поколения. За свою борцовскую карьеру ему покорились всевозможные соревнования, чемпионаты СССР, международные турниры, чемпионаты Европы и мира, а также Олимпийские игры. Ну а если быть более конкретным, то в общем за свою карьеру Пенегин завоевал такие титулы. Олимпийский чемпион 1976 года, трехкратный чемпион мира 1975, 1977 и 1978 годов, дважды обладатель Кубка мира в 1976 и 1977 годах, чемпион Европы 1975, серебряный призер Кубка мира 1972, серебряный призер Всемирной универсиады 1973, чемпион СССР 1976, серебряный призер чемпионатов СССР 1974, 1977, 1978 и 1980 годов. Чемпион Спартакиады народов СССР 1975, серебряный призер Спартакиады народов СССР 1979 и чемпион мира среди ветеранов в 1993 году. И первое место занимает борец, о котором говорили следующее. На ковре он барс, который медленно подкрадывается и проводит молниеносный прием, неожиданный для противника, будь то прием в стойке или в партере. Борец абсолютно неординарный, со своей техникой и тактикой ведения борьбы. Спортсмен, который борется с первой секунды и до последней. Все это было сказано об известном советском борце вольного стиля, чемпионе Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, серебряным призером Олимпийских игр 1976 года в Монреале, чемпионе мира и Европы, шестикратном чемпионе СССР и одном из лучших мировых борцов первой половины 70-х годов Романе Дмитриеве.